Литовские отряды успели только сжечь Белую, овладеть торопцем и занять Дорогобуж, который сожгли сами русские, не надеясь защитить его. Но эти успехи прекратились, когда великий князь велел подвинуться войскам своим к угрожаемым границам. Смоленский воевода Станислав Кишка, засевший было в Дорогобужа, бежал оттуда, заслышав о приближении московского войска. Литовские работники, пришедшие укреплять Дорогобуд для короля, были побиты. Неприятель очистил также и торопец, заслышав приближение щени. Сигизмунд видел невозможность успешной борьбы с Москвою. Московские воеводы, уклоняясь от решительной битвы, вышли из литовских владений, но должны были снова явиться в них при первом удобном случае. Король, следовательно, должен был постоянно держать на готове многочисленную рать, а это было ему трудно, невозможно при внутреннем безнаряде. Мы видели, что поход Острожского был остановлен смутую между двумя вельможами, и в то же время волнение, поднятое Глинским, не стихало. Города, им принадлежавшие, находились по-прежнему в их руках. По выходе московских воевод из Литвы, князь Михаил отправился в Москву, где вступил в службу к великому князю, который одарил его платьем, конями, доспехами, дал ему два города на приезд – Малый Ярославец и Медень – до села под Москвою. Отпустил с ним в Литву полки свои для оберегания его вотчинных городов. Сигизмунду, следовательно, нужно было кончить войну осенью, чтобы не дать Глинскому возможности действовать зимою для подкрепления своей стороны. И вот король отправил из Смоленска гонца в Москву за опасную грамоту и для послов, которые приехали сюда 19 сентября и заключили вечный мир. Чтобы избавиться от Глинских, возвратить их владение к Литве, Сигизмунд должен был решиться на важное пожертвование – уступить Москве вечное владение приобретения Иоанновы. Тяжелые для Литвы условия перемирия Александрова с Иоанном стали теперь условиями вечного мира между Сигизмундом и Василием, который получил желаемое, заключил мир, как ему было пригоже, доказал, что он чужим временно ничем не владеет. Оба государя обязались быть заодно на всех недругов и на татар, исключая Мингли-Гирея, царя Перекопского. Глинским и их приятелям выговорен был свободный выезд из Литвы в Москву. Причувствие князя Михаила сбылось. Он затеял такое дело, о котором и король, и он сам сильно должны были жалеть, потерявши много. Но Глинский не отчаивался заставить короля жалеть еще больше. Мы видели, что Сигизмунд вначале надеялся нанести Москве сильный удар с помощью татар-крымских и действительно не жалел денег, чтобы порвать союз Мингли-Гирея с Москвой. В это время Крымская Орда начинала обнаруживать вполне свой разбойнический характер. Прежде Мингли-Гирей сдерживался боязнью перед Ахматом и сыновьями его и потому дорожил союзом с Москвою. Дорожил он им и потому еще, что боялся турок и в случае изгнания от последних надеялся найти убежище у московского князя. Наконец, слава, могущество и счастье Иоаннова должна была внушать уважение варвару. Но теперь обстоятельства переменились. Мингли-Гирей не боялся боли и остатков Золотой Орды, не видал беспокойства со стороны Турции. В Москве вместо Иоанна господствовал молодой сын его, окруженный опасностями внутри и извне, ибо и в Крыму могли ожидать той же усобицы между сыновьями Иоановыми, какой ожидали в Литве. Притом Мингли-Гирей устарел, ослабел и был окружен толпою хищных сыновей, родственников и князей. Понятно, что эта хищная толпа с жадностью бросилась на Сигизмундовы подарки, обещая ему за них опустошать московские владения. Но им еще выгоднее было брать подарки с обоих государств, московского и литовского, обещать свою помощь тому, кто больше даст, обещать, а на самом деле, взяв деньги с обоих, опустошать владения обоих, пользуясь их взаимной враждой. С этих пор сношение обоих государств и московского и литовского с крымцами принимают характер задаривания разбойников, которые не сдерживаются никаким договором, никакими клятвами. Сюда присоединялись еще смешные притязания на прежнее могущество, прежнее значение, которое ханы старались восстановить, хотя на бумаге. Но унизительнее всего было то, что король Сигизмунд решился потворствовать этим притязаниям, решился взять следующий ярлык от Менглигирея. Великие орды великого царя Менглигирея, слово правой и левой руки, великого улуса темником, тысячником, сотником, десятником, уланом, князьям и всем русским людям, боярам, митрополитам, попам, чернецам и всем черным людям. «Даем вам ведать, что великие цари, деды наши и великий царь Азигирей, отец наш, когда их кони были потны, к великому князю Витовту в литовскую землю приезжали гостить, великую честь и ласку видали. За это пожаловали его Киевом и многие другие места дали. Великий князь Казимир с литовскими князьями и панами просили нас о том же, и мы им дали Киев, Владимир, Луцк, Смоленск, Подолею, Каменец, Брославль, Сокальск, Звенигород, Черкассы, Хаджибеев, Маяк, Одесса, начиная от Киева-Днепром до Устья, Путивль, Чернигов, Рыльск, Курск, Оскол, Стародуб, Брянск, Мценск, Любуцк, Тулу, Козельск, Пронск». Потом, повышая брата нашего Казимира, мы придали ему к литовскому столу Псков, Великий Новгород, Рязань. А теперь мы пожаловали Сигизмунда, брата нашего, столиц в литовской земле, дали ему со всеми вышеописанными землями. И вот, несмотря на то, что Василий в начале своего княжения поспешил взять с Менгли-Гирея клятвенную грамоту в соблюдении прежнего союза, какой был у Москвы с Крымом при Иоанне III, летом 1507 года пришла весть, что идет множество татар по степи, и надобно ждать их прихода на Белевские, Адуевские и Козельские места. Великий князь немедленно выслал полки на Украину. Московские воеводы не успели помешать татарам набрать в ней большую добычу, но пустились за разбойниками в степь, нагнали их на Оке, поразили и отняли всю добычу 9 августа. После этого во все продолжение войны с Литвою нападений не было. Глинский своей стороны также обратился в Крым, прося покровительства у хана, поднимая его на короля. Менгли-Гирей не отказывался от союза и с Глинским, обещал завоевать для него Киев, не переставая в то же время обещать королю, что хочет послать к нему на помощь татар своих Киеву и даже Квильне. Но король спешил отказаться от такой помощи. Писал к Менгли-Гирею от 11 июня 1508 года, что помощь татарская уже более не нужна в Литве, которая очищена от Глинского и московских воевод. И сам он, Сигизмунд, уже приблизился к московским границам, а просит хана послать войско на Брянск, Стародуб и Новгород-Северский. «Если не захочешь сыновей послать, то пошли хотя несколько тысяч людей своих, и тем покажи нам искреннее братство и верную приязнь, а мы, как тебе присягнули и слово свое дали, так и будем все исполнять до смерти. Тебя одного хотим во всем тешить, и мимо тебя другого приятеля искать не будем». Король обещал выслать немедленно и деньги в Крым. Но разбойники еще помнили поражение на Оке, и хан не послал войска в другой раз к московским украинам. Ему казалось безопаснее посредством клятвенного обещания союза выманить у великого князя московского как можно больше подарков, выманить также и пасынка своего, бывшего казанского царя Абдыл-Литифа, находившегося в заточении, и вовлечь Василия в войну с Астраханью, с которой у Москвы не было никаких враждебных столкновений. Требовал подарков не один хан. Обыкновенно послы привозили к великому князю множество грамот от всех царевичей и царевин. Все это слало тяжелые поклоны с легким поминком, а себе требовало тяжелых поминков. Но кроме царевича и царевин нужно было дарить всех мурс и князей. Мингли-Гирей писал великому князю «Брат мой, князь Великий Иван, Емгурчей Салтану, кроме десяти подарков, портище соболье, до две тысячи белки, до триста горностаев, не убавляя посыловал, а нынче тебя так не привезено. Из моих мурс и князей двадцати человекам поминка не досталось. Так ты бы им прислал посукну, а если им не пришлешь, то они скажут? — Шердь? — присягу. — С нас долой. И сильно нам станут об этом докучать. Так бы нам докуки не было. Хан требовал беспошлиной торговли для своих купцов и писал великому князю. — Послал я своего торговца, и если товар, какой ему нужно купить, будет дорог, то я ему велел за хорошую белку и в Казань идти. В каком месте он начнет товар мой продавать, или в какой город пойдет, то ты своего доброго человека с ним пошли, чтобы на нем тамги не брали, чтобы силы и наступания ему никакого не было. Потому что мои деньги все равно, что твои деньги. Так вели постеречь и поберечь. От наших отцов и дедов наших ордобазарцы в Москву и в другие города хаживали, и нигде с них тамги не брали, потому что их деньги — наши деньги, и брать с них тамгу — значит надо мною насмехаться. Изначало наши ордобазарцы в кермосараях, гостиных дворах, не ставятся. Ставятся, где хотят, и никто им о том слова не говорит. Хан требовал также присылки Адоевской дани, как она шла в Крым при Иоанне III. Великий князь исполнил требования хана относительно ордобазарцев. Не велел брать с них тамги и ставить их на гостиных дворах, но отказался отправить войско на Астрахань. Судов на Волге при отце моем не делывали, да и теперь не делают, и народу служебного туда переслать нельзя. Великий князь не согласился также отпустить Абдул-Литифа в Крым, но соглашался возвратить ему свободу и наделить городом. Менгли-Гиреев посол настаивал, чтобы Абдул-Литифу дали каширу, но великий князь никак на это не согласился. Поместить Абдул-Литифа так близко к степи значило передать Украину в жертву крымцам, или по крайней мере дать Литифу возможность уйти из московского государства.